Литературу, которую можно будет попробовать нам аналитику сделать, но пока я не нашел достаточно, чтобы раздать ее всем. Я думаю, что на нашей декабрьской встрече мы это сделаем обязательно. Проблема заключается в том, что я так понимаю, кто может хотя бы со словарем, но без напряга, словарем без напряга, читать на английском языке. А у вас какой курс, какой факультет? Реклама. Реклама. То есть без напряга можно читать по-английски? Ну, специфический, специализированный текст, наверное. Нет, речь идет, у нас речь идет об общеполитическом. Мы говорили в прошлый раз, для тех, кто в прошлый раз не был, что мы займемся практической работой, действительно такой аналитикой. Скажем, я приношу статью, человек должен ее проанализировать и потом рассказать, что он, так сказать, такие выводы он прочел, по-разному, за счет игроким, он и пришел. Значит, я так понимаю, что с английским может работать только один человек, да? Два. Два. Хорошо. Я мог что-то попробовать. Ну, да, попытка, попытка, не пытка. Вот, значит, для остальных нужно искать на русском языке. К сожалению, на русском языке аналитических изданий очень немного. А вот, может, вы мне подскажете, вот, если говорить, прежде всего, пока мы ждем, у тех, кто запаздывает. Вот, если говорить об изданиях, о газетах-журналах на русском языке, в которых есть аналитика, вот, какие это издания? Мне не важно, даже это будет, если либерастические издания хорошие, пожалуйста, вот. Ну, вот, есть у нас журналы-газеты с аналитикой? Ну, газета завтра. Газета завтра, да. Свет журнал. Ну, формально, да, но у них слабенькая аналитика. Я его бросил читать. А журнал, однако. Однако, да. Я очень рекомендую журнал, однако, потому что сейчас Миша Леонтьев будет разворачиваться. Вот, я с ним говорил час назад, они сейчас разворачиваются, они становятся холдингом. Вот, и там они очень, так сказать, серьезно разворачиваются. У них не очень сильная внешнеполитическая аналитика. Но вот там парень пишет, Александр Терентьев-младший, он, так сказать, набирает силу. Но у них очень сильная экономическая команда. Там Кобяков и Восконян. Кобяков – это человек уровня Миши Хазина и Миши Делягина, но он просто, так сказать, не такой активный в медийном пространстве, как они. Хотя именно Кобяков с Хазина написали в 2002 году знаменитую книгу «Крах империи доллара». Это не значит, что доллар завтра рухнет, но книга была очень хорошая. Значит, однако, завтра еще. А вот, понимаете, какая штука? Да, коммерсант, но там коммерсант и ведомости – это аналитика очень специфическая. Если мы заговорили, то это очень интересный момент. Я очень рекомендую в интернете посмотреть статью Израиля Шамира. Израиль Шамир. Статья называется «Взять почту и телеграф». Кто-нибудь представляет себе, какой Израиль Шамир? Израиль Шамир – это еврей, главный критик государства Израиль. Но вот так как он критикует сионистов, так не критикует никто. Он православный человек, он был советский диссидент. Потом он уехал в Израиль, он православный человек, он активно критикует сионизм. Не государственный Израиль, а сионизм. А здесь активно он критикует наших либералов. И он написал очень интересную статью. Называется «Взять почту и телеграф». И там он поставил следующий вопрос. Почему аудитория «Эхо Москвы» и «Новая газета» составляет 10% населения, а охватывают они и газеты этого типа 90%? И почему 90% населения, которые поддерживают державно-патриотический культ, почему они представлены в медийном пространстве только 10%? И вот Израиль Шамер отвечает на этот вопрос. Он говорит, что медийная сфера – это как дерево. Значит, есть корни. Корни – это структуры, которые формируют повестку дня. То есть, они говорят, что важно. Ну, например, на Западе – это агентства Reuters и BBC. Следующий ствол – это газеты, не обязательно крупные, иногда крупные, но это газеты, которые связаны с университетами и с академией наук. Это, скажем, «Нью-Йорк Таймс», это «Файнэншел Таймс», это журнал «Экономист». И дальше идут кроны. Это таблоиды, это всякая ерундень. Когда Путин пришел и когда он приделал двух олигархов – Березовского и Гусинского, он захватил крону. Он отобрал вот эти таблоидную зону. А корни и ствол остались в руках, ну, например, «Коммерсант» и «Ведомости». Кто знает, кому принадлежит газета «Ведомости»? Кто издает газету «Ведомости»? Какой-нибудь олигарх. Нет? Значительно проще. «Лос-Анджелес Таймс». Они аффилированы с «Лос-Анджелес Таймс». То есть «Лос-Анджелес Таймс» вместе с «Ведомостями» и «Ведомости» и «Коммерсант» – это две газеты, которые здесь формируют повестку дня. Но они формируют повестку дня так, как это принято на Западе. Я не говорю о том, что они искажают реальность, но они дают ее под определенным углом. Например, Путин заявляет, что мы хотим, чтобы все стороны в Сирии договорились. А газета «Коммерсанты и Ведомости» пишет, что Путин сказал, что президент Ассад должен уйти. Путин этого не говорил. Он сказал, что в стороны должны договориться, а они делают вывод. Он должен уйти. Вот это и есть борьба в сфере медийной. И если вы посмотрите внимательно на медийную сферу, то в принципе у нас очень мало аналитических газет. То есть у нас в основном эта сфера захвачена таблоидами. Но у нас есть один таблоид – «Экспресс-газета». Кто читал «Экспресс-газеты» и увидел? «Экспресс-газета» с желтой листом. Да, но там обязательно бывает одна-две статьи аналитического характера с государства патриотических позиций. И я никак не мог понять, в чем дело. И вдруг там печатается интервью человека, которого зовут Лобанов-Ростовский. Кто-нибудь слышал эту фамилию? Лобанов-Ростовский. Что-то с органами он был связан. Нет, Лобанов-Ростовский – это князь из рода с органами, но не с нашими. Дело в том, что он человек, который активно работал в корпорации «Дебирс». А в корпорации «Дебирс» работают на уровне менеджеров только люди из спецслужбы «МИ-6» английской. Вот если ты не из «МИ-6», ты в корпорации «Дебирс» работать не будешь. Так вот, он дал два пространных интервью, в которых было очень много информации в «Экспресс-газете». И он рассказывал, он говорит, когда я встречался с послом СССР Замятином в Великобритании. Был такой кандидат, члены политбюро Замятин. И «Экспресс-газета» дает маленькую ссылочку. Они пишут, нам это особенно приятно, потому что Замятин был среди организаторов нашей газеты. Деньги партии вкладывались. Вот в желтые издания во время вкладывались, это были, безусловно, деньги партии. И вот это ответ, почему «Экспресс-газета» занимает правильную такую державно-патриотическую позицию по многим вопросам. Да, еще я вам очень рекомендую вот что посмотреть в интернете. Русская версия Жень Минджибао китайской. Естественно, нужно делить на 16 все, что пишут китайцы. Но там бывают очень интересные материалы. Ну а из англоязычных, конечно, журнал «Экономист» остается. А у нас, к сожалению, эксперт, там очень слабый аналитический уровень. Я просто знаю круг экспертов, к которым они обращаются. Я бы этих экспертов не пригласил ни в один свой проект. Потому что они слабоватые. Скажем, если посмотреть, вот, например, в «Эксперте» практически никогда, я не помню, может быть, что я пропустил, ни Делягин, ни Хазин, экономисты, которые, Клазев, они не попадают в створ эксперта. Хотя, нужно сказать, что эксперт очень сильно изменился идеологически за, ну, буквально сейчас скажу за сколько, за последние пять лет. В 2003 году в «Эксперте» появилось мое интервью о том, что среднему классу в России кирдык, ему никаких перспектив нет. И мальчика, который брал у меня интервью, я предупреждал, что у него будут проблемы. Но он сказал, ну, у нас такое начальство, оно свободомыслящее, там, ироничное. Его вызвали, на него орали, на него топали ногами. А они пропустили просто по ошибке, это проскочило. И его на шесть месяцев запретили брать интервью. Это очень толковый парень, был Олег Храбрый, потом он ушел в другой журнал. Вот. Это был 2003 год. Я читал «Эксперт» до 2006 года. И вдруг, два года назад, я иду по переходу, смотрю лучшие материалы журнала «Эксперт» за десятилетия. «Проблема революции». Да, еще, значит, там пришло очень много откликов на мою статью, и он попросил у главного редактора, там, отклики были так, 80% за меня, 20% против. Он говорит, ну, давайте хотя бы опубликуем 50 на 50. Главный редактор ему сказал, этой статьи никогда не было в нашем журнале, этого интервью. И этого человека в нашем журнале не было, и больше никогда не будет. Вот. Я открываю этот номер, и вторым материалом идет мое интервью о среднем классе и о революции. То есть, они идеологически отэволюционировали за 5 лет. Они уже не такие либеральные, но качество аналитики у них слабое. Ну, кстати, в газете «Завтра» тоже бывает разная аналитика. Вот была, например, блестящая статья Шамиля Султанова, которую мы даже положили в качестве одного из документов из Борского клуба, это структура, которая создана во главе с Прохановым. Вот это очень сильная вещь. И была, с другой стороны, статья военного аналитика Жукова о 22 июня, где была повторена вся глупость насчет того, ну, вот как начиналась война, какие были просчеты там и так далее, и так далее. Но, тем не менее, остается фактом бедность аналитической нашей литературы. Поэтому у меня проблема подобрать вам статьи для аналитики не на английском языке. Вот на английском языке нет проблемы. Берем, скажем, 4 номера «Икономист». Потом, есть совершенно замечательный журнал на английском языке «Executive Intelligence Review». Как переведем? «Executive Intelligence Review». Так, кто тут собирался по-английски реферируем? «Обзора». «Executive». «Интеллижн». «Интеллижн». Что такое «Интеллижн» в данном случае? «Разведка». Это журнал, который издает институт, Шиллеровский институт Линдона Ларуша. Линдон Ларуша – это человек очень интересный, ему 90 лет. Он занимается той проблемой, которая называется у нас «Проблема за кулисы». И он в свое время отсидел в американской тюрьме 5 лет за то, что его институт выпустил книгу «Dope Incorporated». Что такое по-английски «Dope»? Наркотики. Где он показал, как американская элита высшего уровня вовлечена в наркоторговлю. Значит, в результате их зацепили за неуплату налогов. Спонсор получил 11 лет, отсидел 8, а Линдон получил 8 и отсидел 5. Но он отсидел эти годы, потому что он не стал прятаться. Сейчас он живет в Америке. Его, безусловно, у него есть связи в правом американском истеблишменте. Правая часть истеблишмента его поддерживает, это изоляционисты американские. Журнал очень интересный. Его бы очень интересно было анализировать. Но, к сожалению, значит, вот у нас с английским. А может, у кого-то французский есть? Нет. Ну, а нет и суда нет. Значит, за мной остается тогда поискать материалы на русском языке. Может, это будут какие-то книги такие попроще. Так что это остается за мной. Я думаю, что в следующем разу я, по крайней мере, какие-то материалы принесу. Значит, по тому, что произошло за последний месяц. Два главных события. Какие произошли у нас? Выборы. Выборы и... Съезды. Ну, не выборы, съезды. Значит, вот два этих съезда. И эти два съезда, два события очень интересны с точки зрения противостояния в мировой системе кластера Рокфеллеров и кластера Ротшильдов. Дело в том, что оба эти кластера, я говорю кластера, потому что это не только Ротшильд. За Ротшильдами там целая толпа народу. И за Рокфеллером и целая толпа народу. Значит, что непонятно? Если это непонятно, сразу задавайте вопрос. Что-то непонятно или что? Нет, все понятно. Так вот, значит, на кону судьба доллара. Потому что оба эти кластера в течение 20 века кричали «даешь мировое правительство». Активно кричали Рокфеллера, потому что Рокфеллеры весь 20 век додавливали Ротшильдов. Однако, они выиграли у них две мировые войны, потому что это не преувеличение. Мировые войны – это войны, прежде всего, Рокфеллеров и Ротшильдов. Между собой. Часто говорят, ну как это может быть такая семья Ротшильдов и там Великобритания, и огромное количество людей. Я на это всегда задаю контр-вопрос. Что значит большинство? Вот 100 волков и 1000 овец. Кто большинство? Мне кажется, большинство – это волки, а не овцы. То есть, если группа, у которой под контролем находится власть, собственность и информация, она имеет значительно больше шансов, чем огромное население, у которых этого нет. Кстати, нобелевский лауреат Кругман очень хорошо написал в своей книге «Великая ложь». Следующее. «Современная политэкономия», написал он, учит нас, что небольшие группы, контролирующие власть, собственность и информацию, обладают значительными возможностями навязывания своих моделей поведения и своих планов целым государством или даже блоком государства. Так вот, в послевоенный период Ротшильды готовили контрудар, и контрудар этот готовился по линии доллара. Они готовили его очень долго, но в конце концов они решили целый ряд проблем. И сейчас ситуация в отношениях Рокфеллеров и Ротшильдов поменялась. Ротшильды на марше, а Рокфеллеры занимаются тем, что скупают земли в Чили, Аргентине, Уругвайе. То есть, они создают такой страховочный пульт в себе. Так вот, Обама – это человек Ротшильдов, хотя начинал он как человек Рокфеллеров. Это часто бывает. Например, Франклин Делано Рузвельт начинал как человек Ротшильдов, а потом он оказался человеком Рокфеллеров. Это такая вещь, так сказать, бывает. В чем принципиальное различие между Рокфеллерами и Ротшильдами? Ротшильды – это сугубо деньги, а Рокфеллеры – это еще и некоторые промышленные мощности. Например, в кластер Рокфеллеров входит техасский клан Бушей. Вообще, техасский клан, не только Буша, потому что, если вы помните, в 60-е годы лидером техасского клана был некто Хант, на которого, например, очень многие думают, что это он был организатором убийства Кеннеди. Это ошибка. Он мог соучаствовать, но он никак не мог быть главным закоперщиком этого дела по целому ряду причин. Так вот, разница в этом и, в принципе, и те, и другие сторонники того, что условно можно назвать мировое правительство. Но, скажем, если бы мировое правительство формировали Рокфеллеры в первой половине 20-го века, то там не было бы Ротшильдов. А вот сейчас ситуация изменилась. Ротшильды очень преуспели в своих отношениях с Китаем. Дело в том, что они создали ведь доллар, завязан на нефть. А Ротшильды, которые последние 10 лет скупали золото, они создали связку золото-юань. И в Китае там 9 кланов коммунистической партии Китая. Главный из них это пекинский и шанхайский. Шанхайский клан это клан рыночников, условно. Я говорю условно, потому что реальность всегда сложнее, потому что есть личные связи. Вообще китайская верхушка делится на 2,5 группы. Одна группа это рыночники, или их называют в Китае принцы, которые говорят, что нужно развивать рыночную экономику, под знамением национализма. И есть другая группа, она как бы из двух фегментов состоит. Одна группа это неомаоисты, а вторая группа это комсомольцы. Ну, неомаоисты это те люди, которые говорят, что нужна социальная справедливость. Ни в коем случае нельзя допускать различия в уровне развития районов, внутренних районов Китая и прибрежного пояса, потому что это разорвет страну. А вот комсомольцы, в кавычках, они занимают такую промежуточную позицию. Они вроде бы и за рынок, а с другой стороны они против крайности рыночной экономики. Ну, то есть они играют где-то посерединке. Вот Си Цзиньпин, который стал в этом году лидером Китая и, что еще важнее, председателем военного комитета китайского, это самое важное, потому что, когда мы говорим о коммунистической партии Китая, реально нужно понимать, что с 1989 года главное действующее лицо на китайской сцене это армия. Народно-освободительная армия Китая. Но так. Произошло это в 1989 году, когда после визита Горбачева в Китае произошла гражданская война. Нам всем рассказывали, что это были волнения студентов на Тяньаньмэнь. И действительно, все началось с волнения студентов. Но дальше, я вам, по-моему, уже даже раз говорил об этом, странное это волнение были студентам. За шесть дней в Пекине было подбито тысяча танков. Это студенты так подбивали танки из рогаток. Дело в том, что на самом деле это была мини-гражданская война, когда китайские консерваторы придавили китайского Горбачева Джао Цзияна. И правильно сделали. Потому что для Китая процесс аналогичной нашей перестройки вылился бы просто в резню. Если у нас гражданская война шла на окраинах, и перестройка привела к тому, что у нас отвалились окраины, и здесь в России не было серьезных потрясений, но были конфликты у нас по периферии, а вот кто мне скажет, какие у нас периферийные политико-этнические конфликты были на периферии Советского Союза, в союзных республиках. Карабахский конфликт, так еще. А кто начал, кстати, болезненный вопрос, но тем не менее на него это ответит. Кто начал в Карабахе, армяне или азербайджанцы? Кто кого погнал первым? Погнали первыми армяне. Но армяне не убивали никого. Они просто выгнали азербайджанцев из одного города. И толпа пошла, а был снег, и многие замерзли, и они спустились в город Сунгаид, и сказали, что армяне их выгнали. И тогда азербайджанская толпа уже пошла не выгонять, а бить и резать, насиловать армян. То есть начали армяне, но неадекватный ответ дали азербайджанцев, поэтому конфликт запутан. А еще кроме Карабаха, где были конфликты? Приднестровье. Приднестровье еще. Нет, Чечня это уже фактически с распадом. А вот такое место уж, ферганское дали. Совершенно верно. А уж еще чем известен этот город? Это наркотические ворота главные, через которые идет поток, героиновый поток из Афганистана. Но у нас в России этого не было. В Китае это бы произошло очень быстро и легко. И членам политбюро, кстати, очень трудно было отдавать приказ о том, чтобы Ян Шенгунь ввел войска, ввели провинциальные гарнизоны для подавления, историчного гарнизона, который был на стороне Джао Цзияна. Им очень было трудно отдавать приказ, потому что несколько внуков и внучек членов политбюро были на площади и кричали все вот эти лозунги, долой и так далее, и так далее. То есть, отдавая приказ, они фактически отдавали приказ стрелять в своих внуков и внучек, эти деятели политбюро. Вот с этого момента, с 89-го года, когда провалилась вот эта китайская перестройка, китайская Горбачевщина провалилась, китайская армия, ну, грубо говоря, она взяла верх над партией. И военный комитет, постоянный военный комитет, это важнее, чем постоянно действующий президиум Компартии Китая. Так вот, Си Цзиньпин представляет принцев, и он взял под контроль и КПК, и военный совет. Предполагалось сначала, что Ху Цзиньтао один-два года останется главой военного совета, как Дэн Сяо Пин когда-то оставался. Он взял под контроль все. Почему так произошло? Дело в том, что у нео-маоистов была своя кандидатура, Бо Си Лай. Кто-нибудь слышал, что произошло с этим человеком? Он находится сейчас под домашним арестом, официально. Скорее всего, он не под домашним арестом, и из тюрьмы он уже, скорее всего, не выйдет. Но дело в том, что нео-маоист не нео-маоист, а бизнесом он занимался. И у него был его очень близкий партнер по бизнесу. Я сейчас забыл его имя. Но это был тоже один из региональных руководителей китайской компартии. Он был известен как такой... Он занимался бизнесом, точнее, бизнес был записан на его жену. Это такая была очень известная гламурная юрист в Китае. А их контрагентом западным был некий английский бизнесмен. Этот английский бизнесмен был любовником жены вот этого приятеля Бо Си Лая и разведчиком английским. И когда Бо Си Лай узнал, что это английский разведчик, они решили его устранить. Они его отравили. И вспыхнул скандал. После чего вылезла на... Ну, естественно, сказал, что раздувался сознательно противниками нео-маоистов. В принципе, вылезло это все. Оказалось, что Бо Си Лай на словах нео-маоист, но у него есть бизнес. Бо Си Лай был арестован. И этим был нанесен удар по нео-маоистам и по всей этой фракции. В результате Си Цзиньпин стал единоличным лидером Китая сейчас. Это при том, что был очень интересный эпизод несколько месяцев назад, когда Си Цзиньпин летал в Саудовскую Аравию и что-то неосторожное сказал по поводу позиции Китая по Ирану. Его в газете Жень Минжибао подвергли жесткой критике. То есть, это означает, что шла очень-очень острая борьба. И те из вас, кто следит за событиями, Си Цзиньпин куда нанес первый визит? Это вот очень интересная вещь. Куда нанес первый визит Си Цзиньпин? Куда нанес первый визит Обама? Обратили внимание? Си Цзиньпин слетал в Соединенные Штаты, А Обама слетал в Юго-Восточную Азию. То есть, в зону, где речь идет об окружении Китая. И здесь можно только гадать, я разговаривал с нашими аналитиками, о чем могли договариваться китайцы и американцы. Как вы думаете, от здравого смысла, что они могли обсуждать? В принципе, почему Си Цзиньпин должен был сразу слетать в Китай? Вот что острый момент? Главное разногласие между Китаем и США сейчас на данный момент какое? По какому вопросу? Где мы не сходимся? А заодно и Россия тоже. Поставки какие-то? Сирийский вопрос. У меня, кстати, три недели назад слетела поездка в Сирию. Я должен был лететь с Прохановым и генералом Увашовым в Сирию. Но поскольку в это время Лавров начал переговоры с президентом Египта Мурсии, наш МИД решил перестраховаться. А теперь уже, я думаю, туда будет сложно лететь, потому что просто опасно. Потому что три недели назад сын Проханова Фефелов перед нами слетал. Он, правда, жил на конспиративной квартире, но он летал как журналист. То есть мы должны были лететь как гости президента Асада, и поэтому у нас охрана была соответствующая. Но вот не сложилось. И я боюсь, что теперь и не попадешь, потому что там сейчас пойдет конфликт понарастающий, и туда просто будет ехать опасно. А вот три недели назад можно было по Дамаску ходить с сопровождающим, который говорил, куда ходить, куда не ходить. Фефелов рассказывал... Кстати, я вам очень рекомендую на интернет-телевидении День ТВ посмотреть репортаж Фефелова о Сирии. И там еще очень интересный человек рассказывает о Сирии. Это наш разведчик. Он пишет под ником в сети Elmurit. Он в ЖЖ пишет Elmurit. И он дал три интервью День ТВ. Набираете День ТВ и набираете там Сирия или Elmurit. И это интернет-телевидение, которое тут же выдает информацию. Я вам очень рекомендую этого человека. Это один из наиболее информированных людей по тому, что происходит на Ближнем Востоке и в Сирии. Причем по исходной профессии он химик, но просто он уже лет 25 занимается аналитикой Ближнего Востока. Из западных языков знает английский, немножечко читает по-арабски, со словарем по-французски, но у него очень хорошая аналитическая голова. И, в принципе, когда мне какие-то вопросы нужно прояснить, когда я сталкивающийся, никогда не хватает собственных знаний, я всегда обращаюсь к нему. Да, и еще очень сильный сайт. Я вам уже говорил о нем. Резо Вольтер. Есть русская версия. Резо Вольтер – это сеть Вольтер, но есть русская версия этого Резо Вольтер. Она укороченная, уменьшенная по сравнению с французской, но там на русском языке масса материалов по Ближнему Востоку. И самое важное, там масса географических карт с расположением. Там часто идет в онлайн-режиме, где находится сейчас повстанция антиправительственной Сирии, как идут военные действия. Я вам очень рекомендую этот сайт посмотреть. Ну и тот сайт, о котором я уже говорил, Anna News Info, сайт Мусина, который зарегистрирован в Абхазии. Поэтому, чтобы подать суд на этот сайт, нужно сначала признать Абхазию. А вы знаете, что Абхазию признали сейчас только три государства. Россия, Венесуэла и Белоруссия. То есть, не нравится тебе, что пишет сайт? Ну, хочешь посудиться с Мусиным? Признай сначала Абхазию. Пошли туда посла или временного поверенного, а потом разбирайся с этим сайтом. Так вот, судя по всему, китайцы обсуждали, я очень хочу здесь оказаться человеком, который ошибается в прогнозах, но я думаю, что этот вопрос обсуждался. Я думаю, обсуждался размен Сирии на Южную Африку. Потому что китайцам очень важен Юг Африки и Нигерия с точки зрения получения нефти. А таких интересов в Сирии, как у нас, у них нет. Для нас Сирия, для России Сирия сверхважна. Потому что, во-первых, Сирия наш единственный союзник на Ближнем Востоке. Это осталось единственное светское государство вот в этой части региона. Там остальные все клирикальные монархии. И самое главное вот, что в Сирии найдены большие запасы газа. Если Сирия сейчас рухнет, то, во-первых, этот газ достанется Катару, Турции и американцам. Дальше, если Сирия распадается на части, то Катар выходит непосредственно на Средиземное море. И именно Катар будет снабжать сжиженным газом Европу. После этого американцы на щелчок сделают Алжир. Это тоже газ. И начнется газовая блокада российской экономики. То есть мы уже свой газ продавать не сможем. Все наши эти потоки, северные и южные, они захлебнутся. То есть это будет страшный удар по российской экономике, значительно более сильный, чем то, что в 1986 году сделала Саудовская Аравия, когда они по команде Рейгана обрушили цену на нефть на 50%. Это будет значительно круче. То есть это создаст нам такие проблемы, что американцы будут способны нам очень многое диктовать в этой ситуации. Поэтому Сирия для нас, если китайцы могут отказаться от Сирии ради каких-то вещей, Россия от Сирии отказаться может только либо под очень жестким давлением, либо под какие-то гарантии, хотя, конечно, никаким гарантиям Запада, как показала история Мубарака, Каддафи, ничему этому верить абсолютно нельзя. Значит, вот эти два события, китайский съезд и выборы в США, они окончились скорее в пользу Ротшильдов, потому что шанхайский клан поставил своего человека, клан принцев. Это связка с Ротшильдами. И вторая вещь, это Обама, это человек тоже, которого активно поддерживают Ротшильди и англичане. И это, безусловно, успех. И, собственно, к чему стремятся Ротшильды? Доллар становится одной из резервных валют, наряду с юанем, там еще с какими-то. Но вот эти системы резервных валют, это переходный период, потому что главная затея Ротшильдов это перейти к такому, к такой денежной единице, к которой это будут не деньги, это будет чип. То есть ты расплачиваешься чипом, все чипизировано, вот у тебя карточка, это твой паспорт, это твоя карточка, у тебя наличных денег нет. Это колоссальный контроль, потому что ты сказал что-то не так, и вдруг оказывается, что у тебя нет средств на карточке. Собственно, в Америке, вообще без карточки уже очень сложно. Я последний раз, когда преподавал в Штатах, в 2008 году, я два дня обзванивал вашингтонские гостиницы. Я был в штате Пенсильвания, мне нужно было, я в Вашингтон на три дня хотел съездить в город, посмотреть, ну и по книжным магазинам пройти. Я никак не мог заказать себе гостиницу, потому что я не взял с собой карточку, я забыл ее. Ну я подумал, ну расплачусь наличными. Нет карточки, и я только на второй день нашел приличную гостиницу в центре, потому что в Вашингтоне нужно было жить в центре. Ну приличную, это 300 долларов в сутки, средне приличная. Для Вашингтона это нормально, Вашингтон столица, это город бюрократов, богатых людей, поэтому 300 долларов это такая, это было нормально. Но, перед этим, когда я звонил и говорил, они спрашивали, вы будете карточкой платить или кэш, когда я говорил, кэш нет, только карточка. То есть, в принципе, карточка денежная, это помимо прочего, не у нас. У нас и кэш, и карточки, у нас другую функцию это выполняет. На Западе, карточка выполняет функцию социального контроля. И, в принципе, план Ротшильдов это перейти к такой вот этой штуке. Рокфеллер против этого в принципе ничего не имеют. Но они не хотят это делать на условиях Ротшильдов. Поэтому, странным образом, России выгоднее. Вообще, Сталин в таких случаях говорил, кто хуже, оба хуже. Но вот ситуации оба хуже, в конфликте Ротшильдов и Рокфеллеров, Ротшильдов нам значительно менее выгодны. Потому что Ротшильды исходят вот еще из чего. У них, их политический план, не должно остаться национальных государств, в том числе Соединенных Штатов. Соединенные Штаты должны распасться на Штаты. И все это вместе должно быть частью Североамериканского Союза. Вы обратили внимание, что сейчас пошла волна, и вроде над этим как бы посмеиваются, 25 тысяч жителей Техаса говорят, что Техас должен выйти из состава Соединенных Штатов. К этому нужно относиться очень серьезно. Сегодня 25 тысяч. Но эти процессы с помощью пропаганды поддаются возгонке. Это в принципе укладывается в схему Ротшильдов. Вообще нужно сказать, что когда мы говорим план Ротшильдов, это не совсем точно. Впервые идею Зеленой Империи, то есть Британия, которая контролирует Северную Америку и Россию, высказал человек, о котором я уже рассказывал. Джон Ди. Помните, я вам рассказывал о нем? Да. Почему только один человек помнит? Потому что совсем старых мало. Значит, смотрите, тогда два слова о Джоне Ди. Джон Ди это разведчик, астролог и математик, разведчик Елизаветы I 16 век, ученик венецианцев. Свои донесения он подписывал Елизавете Агент 007. Значит, он разработал концепцию Зеленой Империи, Зеленая Империя это Англия, которая контролирует Северную Америку и Россию. Дело в том, что в конце 16 века в Европе возникло два плана установления контроля над Россией. Один план принадлежал Габсбургам, а второй принадлежал англичанам. Англичане хотели установить протекторат. Кстати, самое интересное, что с поправкой на эпоху во времена Горбачевщины реализовались оба плана. Потому что все знают, что Горбачев, еще не будучи генсеком, встречался с Маргарет Тенчер в 1984 году. Но он также в 1984 году встречался с Отто фон Габсбургом. И если посмотреть планы, которые разрабатывала семья Габсбургов с 16 века для России, то то, что произошло с Советским Союзом, это укладывается в эти планы. Это лишний раз говорит, что западная элита это очень серьезные люди, которые работают на временную перспективу, на очень отдаленную. На 30 лет, на 50 лет, на 100 лет. И, собственно, так же работают китайцы, так же работают евреи. Все серьезные субъекты мировой политики работают именно таким образом. Я вам уже рассказывал здесь в этой аудитории, как в 1949 году МИ-6 английская и ЦРУ разработали план Лиоте. Лиоте это был такой маршал французский, он воевал в 19 веке в Алжире и он прославился одной историей. Было очень жарко в Алжире и он сказал, хорошо бы вообще здесь деревья насадить, чтобы тень была. Ему сказали, да деревья, растут 50 лет. Он сказал, вот поэтому нужно начинать сейчас. План Лиоте это был план бессрочной борьбы с Советским Союзом. Он был составлен в 1949 году и хотя он был бессрочный, но предполагалось, что первые результаты должны быть получены через 50 лет. Вот как разработали, почти так и сделали. Только не через 50, а через 40, потому что Горбачев сдал Советский Союз и социалистический лагерь 2-3 декабря 1989 года. Через 40 лет. План Лиоте этот был очень серьезный. Например, там была группа, там были группы внутри плана. Например, одна группа называлась How to make Сталин's passing. Как сделать, чтобы Сталин ушел. И Сталин ушел в 1953 году. То есть, работа на перспективу это признак серьезных ритм. Кстати, в Советском Союзе с конца 20-х годов у нас тоже была стратегическая цель. Над этой целью работал Коминтерн. Над этой целью работала личная разведка Сталина. Это были очень долгосрочные планы. И если вы посмотрите, что произошло после 1945 года, то проходили каждые 10 лет и стратегию меняла тактика. То есть, стратегическое видение советских лидеров уходило. И это было не связано с тем, что Хрущев был психопат, а Брежнев не был. Хрущев действительно был психопат в прямом смысле медицинском смысле этого слова. А Брежнев был недалеким человеком. Нет. Это весь социальный слой, который оказался у власти в 50-е годы. Этот слой хотел мирно врастать в мировую систему. Он не хотел воевать. И относительно умный человек, относительно других андропов, я очень хорошо помню его первое выступление, тронуло в речи, когда он стал генеральным секретарем. Он сказал фразу империалисты пусть знают, если они нас не тронут, то мы их тоже не тронем. Это было очень наивно, потому что империалисты, выражаясь его языком, поставили задачу уничтожения Советского Союза и по этому поводу замечательный советский разведчик Леонид Владимирович Шибаршин, который в марте этого года покончил с собой, официальная версия, очень странная история, непонятная, я его лично хорошо знал. У него есть такая книга афоризмов и у него есть такой афоризм Западу от России нужно одно, чтобы ее не было. Поэтому Андропов был здесь не вполне адекватен в этой формулировке и в этом отношении если посмотреть, что происходило после 1945 года, Запад все более приобретал такую коминтерновскую в кавычках линию по отношению к России и к Советскому Союзу долгосрочную. А Советский Союз по линии мирного сосуществования пытался врасти в западную систему. Закончилось это все плачевно перестройкой и разрушением Советского Союза. Так вот, если говорить о западной элите и о планах западной элиты, то установление контроля над Россией эта задача была поставлена давно. Не надо демонизировать эти планы. Это не потому, что они русских ненавидят. Нет. Огромные ресурсы, огромная территория надо поставить под контроль. И все здесь очень просто. Но дело в том, что поскольку западная элита не едина и в ней шла борьба с 1913 года между кластером Рокфеллеров и Ротшильдов, собственно, парадоксальным образом нынешняя ситуация вот этого противоречия, которую можно использовать, она повторяет 1929 год. Ведь на чем сыграл Сталин в конце 20-х годов? Он сыграл на противоречиях Ротшильдов и Рокфеллеров. Ротшильды ставили на Троцкого, а Сталин поставил на Рокфеллеров, а они на него. И здесь опять же помог случай. Дело в том, что в 1929 году человек Ротшильдов, Монтегю Норман, директор Центрального банка Англии, ну, те, кто был в прошлом году здесь на наших занятиях, они помнят, что я сказал об этом человеке, что этот человек, Монтегю Норман, которого практически никто не знает. Он был директор Центрального банка Англии с 20-го по 40-й год. Так вот, этот человек на весах истории весит столько же, сколько Рузвельт, Черчилль, Гитлер и Муссолини вместе взятые. В 1929 году он закрыл Британскую империю от внешнего мира, то есть от Соединенных Штатов. Британская империя 25% мировой экономики. Это был удар по Рокфеллерам. И Рокфеллером не оставалось ничего. Куда-то нужно вкладывать средства, еще добавка в мировой кризис. А тут товарищ Сталин говорит, вкладывайте к нам, мы вам дадим Бакинскую нефть, Грозненскую нефть на 50%. И Рокфеллеры нам профинансировали пятилетки. И они на этом колоссально выиграли. Вообще, нужно сказать, что они во время войны выиграли, хотя Гитлеру помогали и Рокфеллеры, и Ротшильды. Дело в том, что до 1944 года и Рокфеллеры, и Ротшильды помогали Гитлеру. Но помогали в основном Рокфеллеры. Поэтому, кстати, человека Рокфеллеров и потащили в суд в Америке. Человеком Рокфеллеров был дед и отец Бушей. То есть, Прескотт Буш это отец Буша-старшего и дед Буша-младшего. Дело в том, что он имел дела с немцами и неосторожно вложился в Освенцов. А противоположная сторона раскопала это и его потащили в суд за то, что он получает доходы с немецкого лагеря смерти. Рокфеллеры тут же отправили на защиту. Защищал в суде Прескотта Буша Ален Далес, адвокат, двоюродный брат Рокфеллеров и будущий шеф ЦРУ, кстати, и враг Кеннеди. Он его защитил, но, правда, репутационный ущерб был очень большой нанесен, но Рокфеллеры очень активно, химическая промышленность, вся химия Гитлера это Рокфеллеровская корпорация. Но и Ротшильды не отставали. И это несмотря на то, что один из Ротшильдов погиб в концлагере немецком. Ротшильды снабжали Гитлера техническими алмазами, потому что без технических алмазов невозможно было создавать многие виды оружия. То есть, снабжала корпорация Дебирс, а Дебирс входит Оппенгеймер, они входят в кластер Ротшильдов. И Оппенгеймер входит в первую двадцатку самых знатных богатых семей мира. Это не какие-нибудь Кеннеди, которые входят в первую пятисотку. А это действительно самый верх. Так вот, это борьба Рокфеллеров и Ротшильдов. Конечно, к ней нельзя сводить все противоречия современного мира, но это очень важная вещь. Это скелет, на который напластовывается все остальное. И в этом отношении, конечно, очень интересно смотреть, как это соперничество рассекает целые страны. Скажем, возникает союз определенной части элиты США, определенной части элиты Израиля, определенной части элиты России против определенной части элиты США, определенной части элиты Израиля и определенной части элиты России. Один из жестких вопросов сейчас противостояние Рокфеллеров и Ротшильдов и вопрос трагический на самом деле или даже трагикомический евреи и Ротшильды готовы демонтировать государство Израиль а не евреи и Рокфеллеры бьются за его сохранение вот по плану Обамы Израиль быть не должно и Киссинджер, который является человеком Рокфеллеров, он написал недавно предупреждающую статью статья называется «Через 10 лет Израиля не будет» и Киссинджера поддержали 16 спецслужб США вы знаете, что у американцев очень много спецслужб самое главное какая? Агентство национальной безопасности оно получает 50% всех финансовых средств выделяемых на спецслужбы США одна из самых слабых спецслужб это ЦРУ которая уже стала просто фасадом и посмешищем значит да, ну естественно есть еще не государственная служба ну например разведка мормонов одна из самых сильных в Соединенных Штатах и сейчас очень интересные вещи происходят в ФБР в ЦРУ и в крупнейших банках Goldman Sachs там все среднее звено это мормоны потому что мормоны не пьют не курят умеют хранить секреты и банк Goldman Sachs который исходно был еврейским банком он сейчас оккупирован мормонами и вот это поразительное вещь но вы знаете, что ром не мормон вот а вы знаете, что в России много, так сказать, мормонское движение ширится в России становится становится все больше мормонов вообще в России очень много так называемых тоталитарных сект вы знаете, что есть секта Рона Хаббар Дианетика знаете, какие люди ходят книги распространяют вот вот это действительно тоталитарная секта это действительно очень серьезно это не ерунда это действительно серьезные люди с серьезными планами так вот почему планом по планам Обамы я когда говорю Обама это условно потому что Обама это никто в свое время мы с генерал-майором Овчинским это первый начальник русского интерпола мы написали статью называется президент картонка это когда Обама стал президентом вы знаете Обама с какой позиции пришел на должность президента кем он был он был младший сенатор от штата Ильнойс это вообще не бывалая вещь человека выдернули и посадили я понимаю американскую элиту американский президент сейчас должен провести целый ряд очень неприятных вещей и сделать в самой Америке американская элита очень грамотно ставит темнокожего человека чтобы потом сказать ну так это же кто делал смотрите это кто делал вообще тем более муж подкаблучник добавок ко всему вот и значит когда я говорю план Обамы это Обама в кавычках это имеется ввиду клан который стоят за Обамой значит дело в том что Арабская весна это была зачистка той части арабских лидеров которые ориентировались на Буша и на республиканскую партию и на правых в Израиле это были Мубарак и Бен Абит их отправили ну не на тот свет как Каддафь но отправили в небытие политическое и сделана ставка на создание управляемого хаоса вот в этой зоне кто будет создавать управляемый хаос исламисты в этой ситуации никакой Израиль уже не нужен Израиль отработал свое в свое время Тойнбе в 67 году сказал Израиль просуществует 60-70 лет и нужда в нем отпадет а вот Рокфеллером нужно государство Израиль и они бьются за сохранение этого государства и Тепли Ромни когда Ромни выступал он выступал с позицией есть такое течение христианский сионизм это та часть христиан которые считают что Израиль это наше все и его нужно защищать исходя из христианских идеалов так вот это неоконсерваторы американские и там было очень много людей в команде Ромни которые из этого исходили это соответствует планам Рокфеллеров в любом в любом случае сейчас каким-то образом американцы должны решить проблему Сирии причем не только из-за российского газа но как я вам уже говорил однажды вот эта зона управляемого хаоса от Магриба то есть от Марокко и Алжира до Центральной Азии она сейчас рассечена она рассечена двумя государствами которые не вписываются в хаос это Сирия и Иран я надеюсь вот я в конце в конце января я должен слетать в Иран я надеюсь я успею до в отличие от Сирии я успею слетать в Иран до каких так сказать серьезных действий так вот эти два государства они не дают соединиться вот этой зоне управляемого хаоса если эти два государства рухнут то тогда это управляемый хаос пройдет от Мавритании и Магриба и до нашей Киргизии и Узбекистана и тогда вот эта вся дуга будет охвачена хаотическим вы знаете что сейчас в Египте происходит там периодически возникает вот эта хаотическая политическая ситуация собственно это и нужно американцам потому что если Бушевская администрация исходила из того мы устроим у вас порядок по-американски у вас нет нашей демократии тогда мы летим к вам Обамовская администрация у них уже Америка перенапряглась Америка напоминает Римскую империю времен Трояна и Адриана и поскольку они перенапряглись нужна другая стратегия управляемый хаос но проблема опять же в том что даже на управляемый хаос у американцев не хватает средств потому что они сейчас в очень сложном положении главная проблема американцев заключается в том что американское население составляет 4% мирового населения продукт создаваемый американцами они говорят мы создаем 20% мирового продукта это вранье потому что я вам рассказывал как американцы считают свой валовый продукт у них есть одна хитрость ну вот например в любой другой статистике экономики я вам продал участок земли за 200 тысяч вы мне его перепродали за 200 тысяч мы пишем добавляем добавляем 200 тысяч американцы добавляют 400 а если то есть они удваивают свои показатели и считают виртуальные несуществующие деньги в валовом продукте поэтому реально американцы во первых американцев валовый продукт меньше реальный примерно в два раза а если считать по паритету покупательные способности то это на первый взгляд покажется парадоксально но Китай в 2010 году обогнал Соединенные Штаты по валовому продукту и считываем по паритету покупательной способности американцы полагали что это произошло в 2020 году но это произошло в 2010 так вот американцы дают 10% мирового продукта в 1944 году было 50 а потребляют они 40% мирового продукта то есть Америка это гигантский паразит который экспортирует доллар которому цена 6 центов на самом деле и которые живут за этот счет и очень важная вещь сейчас для Соединенных Штатов просто вещь номер один привести соответствие потребления и производства причем сделать это можно американцы я хорошо представляю американцев я регулярно преподаю американцы добровольно никогда не пойдут на то чтобы урезать свои потребности это очень народ который привык к комфортной жизни конечно вот американец приезжает я жил в университетском городке преподавал в университете штата Нью-Йорк их филиал Бингопин это заповедник стадион вечером приезжают машины профессура университетская там пройти примерно 900 метров они приезжают на машинах делают пять кругов по стадиону садятся на машину и уезжают потом я посмотрел как они играют свой американский футбол вот когда играют студенческие команды первое что меня поразило смешанные команды мальчики и девочки то есть это означает это уже не жесткая игра жестко играет негро но опять же это не так как нам показывают в кино как они рубятся там и так далее это очень можно сказать так gentle society очень такое нежное общество они если будет кризис для них это будет очень серьезная проблема и кстати этот кризис пришел у нас очень мало пишут об этом наши средства массовой информации они вообще не подают негативную информацию об Америке Америка в этом году поразила фантастическое засуха 61% территории оказались под ударом причем информация эта регулярно удаляется даже из интернета есть несколько людей которые отслеживают эту ситуацию и вот эти люди они просто сами на меня вышли поскольку я этим занимаюсь они мне регулярно присылают материалы по ситуации в Мексиканском заливе то что происходит сейчас после взрыва платформы и вот этот вот засух в США это засуха в США уже привела к тому что там цены на продовольствие поднялись и ситуация складывается ситуация складывается так что американцы Америка стоит на в общем грани очень таких серьезных социальных потрясений по опросам социологов 65% американцев уверены в том что их ждут серьезная классовая борьба между богатыми и бедными 65% число молодежи которая хочет уехать из Америки выросло за последние два года в пять раз то есть вот это та Америка про которую у нас никогда не пишут у нас если смотреть наше средство массовой информации точнее это средство массовой рекламы агитации дезинформации то есть не СМИ получается аббревиатура а смрад вот то получается что в Америке просто ну все хорошо когда ты смотришь даже американские сайты там у людей тревожное состояние кстати в Америке например каждый год от алкоголизма умирает 79 тысяч человек то есть до что уходим а хотел спросить а куда вот на 5% увеличивается куда хотят медвировать в разные страны не было такого конкретно просто уехать из Америки я вам могу сказать сейчас куда уезжают например из Португалии сейчас исход белых они они уезжают они уезжают в Бразилию и Анголу квалифицированные белые люди а не квалифицированные черные люди едут в Португалию квалифицированные французы уезжают в Канаду в Новую Зеландию они говорят мы не хотим кормить вот этих тунец немцы квалифицированные уезжают на Тайвань пытаются уехать в Японию Япония закрытое общество оно не понимает но из Европы и Америки уезжают молодые квалифицированные белые люди а едут туда молодые неквалифицированные небелые люди вот у Португалии сейчас это очень просто серьезная проблема там огромный пласт талантливой молодежи 25-40 лет они снимаются уезжают в Бразилию они не хотят жить в Португалии вот если скажем посмотрите Лиссабон он такой в общем город грязный бедный и там очень-очень много темнокожего темнокожего люда вот то есть происходит изменение антропотоков и в этом отношении то что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки это очень серьезный процесс и когда-то Эммануил Валерстайм в 89-м году мне сказал вы знаете Андрей нас Америку ждет своя перестройка только в отличие от вашей она будет кровавой потому что она будет замешана на расовых отношениях и я уверенную когда ее ждать он говорит 2020 год вот остается не так много посмотрим но в любом случае американцы сделают все и в общем здесь их винить нельзя так сказать это разумный эгоизм они сделают все чтобы кризис сбросить на весь оставшийся мир и например раньше американцы привлекали капиталы так у нас очень хорошо сейчас они пойдут по другому пути они создадут зоны хаоса во всем в разных частях мира и скажут у нас там плохо просто у нас лучше у нас спокойнее в принципе американцы могут выскочить из той ситуации в которой они оказались если не пропагандистская ложь если не пропагандистская ложь сланцевая революция то к 20-му году американцы не будут зависеть от ближневосточной нефти если не пропагандистский ход революция роботизации то к 2030-му году Америке не нужен будет Китай но если это все правда даже то до 2030-го и до 2020-го года Америке нужно прокантоваться им нужно пережить вот эти 20 лет это вот эти 20 лет критические годы Америки и эти критические годы приходятся во-первых на как сейчас вот придет вторая волна мирового кризиса а вот серьезные экономисты Кобяков Хазин Делягин они говорят что кризис не заканчивался он так и идет и вторая волна это миф на самом деле кризис продолжается в скрытой форме и вторая волна это пропагандистский миф я не экономист но поскольку я привык доверять вот этим трех людям поскольку считаю что это наиболее серьезные наши экономисты то ситуация вот смотрится она совершенно по-другому то есть кризисная ситуация создает проблемы для Америки и второе это то о чем я уже много раз вам говорил это угроза геоклиматической катастрофы кстати на этой неделе впервые у нас в открытой прессе в аргументах недели небольшая заметка но появилась заметка что российская элита скупает на Алтае в закрытом порядке тысячи человек земли и это зона ну там они убежище строят но самое главное заключается в том что в случае геоклиматической катастрофы Алтай и вообще вот эта вот часть Сибири это будет та зона которая не будет которая будет ресурсообеспечена и которая будет абсолютно стабильной единственное чего к сожалению не написал но это написано было по просьбе Угланова главного редактора Андрея Угланова он толковый очень парень бывший летчик дело в том что не только наша элита скупает скупают канадцы американцы и израильтяне скупают через подставные фирмы Алтай это экологически чистая зона действительно кроме того я уже говорил это смешно звучит на первый взгляд когда мне об этом рассказали впервые ну мне смешно стало но чем больше информации об этом получаю тем это становится все меньше смешно все менее смешно дело в том что в той закрытой науке которая обслуживает 2% мирового населения мировой элиты основные средства тратятся на два проекта на три проекта первое это поиски фактического бессмертия фактическое бессмертие это жизнь 300-400 лет второе это поиски порталов выхода в другое измерение вот Алтай это как раз зона где считается много таких порталов ну и третье это все что связано с генетическими изменениями генетически измененные организмы генетически измененная пища причем вот генетически измененная пища это штука об этом правильно пишут что она вредная там и так далее и так далее но задумка как мне объясняли наши аналитики которые работают в закрытых структурах задумка такая здесь скажем определенной части населения планеты раздается очень-очень некое дорогое лекарство таблетки которые абсолютно нейтрализуют вред гмо а вот остальным 90% эти таблетки не раздаются и прежде всего что происходит вот вы знаете мышей которых кормят гмо они в третьем поколении перестают ну помимо онкологии они перестают они становятся бесплодными то есть гмо это одно из средств сокращения роста населения и кроме того я уже не говорю о том что гмо это колоссальные прибыли есть такая корпорация монсанто она кстати работает у нас в россии можно на сайт ее выйти значит вот пшеница которую выращивают геномодифицирует пшеница она может всем быть хороша дело в том что зерна которые вы собрали они не прорастают их нельзя посеять то есть вы должны опять идти к ней и покупать это одноразовая пшеница это означает что вы естественно да это означает что вы попадаете в кабалу вот скажем бразильские и канадские фермеры говорят не будем мы покупать у монсанто а монсанто контролирует 40% рынка там не будете покупать тогда банки которые связаны с монсанто не дадут вам кредит тогда фирмы которые продают удобрения связанные с монсанто не продадут вам за дешево удобрения то есть это вот такая удавка и например канадские фермеры сейчас они вот живут в этой удавке и к сожалению эту фирму монсанто пустили на российский рынок они здесь еще не развернулись но их очень активно в интернете лупят но тем не менее они есть они уже присутствуют здесь и вот это вот гена модифицированная пища это конечно вещь которая с одной стороны приносит большие прибыли потому что ты будешь каждый раз за пшеницей обращаться и поэтому кстати фирмы типа monsanto сейчас пытаются у всех правительств выкупить образцы семян у нас в питере есть коллекция которую вавилов еще собрал это коллекция вот там есть семена всех растений монсанто сейчас пытается это выкупить потому что если они выкупают у вас этого уже нет например в индии сейчас фермеры индийские для того чтобы пользоваться некоторыми индийскими культурами они вынуждены у фирм типа monsanto покупать разрешение потому что monsanto купила у индийского выкупила у индийского правительства монополию на вот этот на образцы и теперь индийские фермеры обращаются к ним с просьбой то есть они должны покупать это это уже не принадлежит индии это контроль над продовольствием это одна из форм форм ну мировым управлением и к сожалению вот за последние два года здесь произошли очень такие неприятные вещи и когда ты смотришь на все эти процессы вместе вот не как разрозненный то становится совершенно понятно что мы имеем дело с очень хорошо отлаженной машиной опять же ничего личного эти там нет там все эти люди не стопроцентные там человека ненавистники хотя есть другая вещь у меня есть один знакомый он аналитик от бога и он психиатр он 15 лет был директором психиатрической больницы в питере и он потомственный психиатр его дед и отец психиатра вот и занимается он очень интересный он блестящий аналитик политики но у него совместились эти занятия он занимается психическим здоровьем 10 20 семей которые правят миром и он умеет находить на сайтах мировых ту информацию которую которая нужна интересная вещь получается что по крайней мере по 6 крупнейшим семьям из 10 первых там очень большое количество людей с психическими отклонениями причем психическое отклонения заточены все под социопатию то есть человека ненавистничество нет ненависть ненависть к людям мизантроп мизантроп это узнаете человек сидит и говорит как бы вот там где а это социопатия это ненависть понимаете то как скажем там чубайс говорит ему говорят 30 миллионов умрут будет они не вписались в рынок вот это это мизантропия это просто не любовь к людям у тебя сегодня я не люблю людей а социопатия это активная нелюбовь которая отливается в определенные действия а если у тебя еще вдобавку всему есть средства это делать но например я на эти средства королевский дом великобритании создал через подставные фирмы структуру которая называется world world forum общество защиты дикой природы девиз земля устала от людей людей должно быть меньше а курирует это все муж королевы елизаветы сын вот этого сказать вот чарльза то есть отец чарльза и вот этот герцог он сказал знаменитую фразу я цитировал уже в этой аудитории сказал что в другой жизни он хотел бы вернуться на землю смертоносным вирусом чтобы раз и навсегда избавить ее от лишнего числа едоков то есть вот я как раз сегодня отвечал есть такой портал око планеты и туда приходит масса вопросов людям ну так обриваются вопросы человек ответил я сегодня отвечал на вопрос которые пришли мне за последние месяцы вот и один из вопросов есть ли у мировой элиты какая-то идеология или религия и я вопрос ответил очень просто есть такая это квази идеологии квази религии это экологизм сатанинского образца экологизм то есть землю нужно освободить от лишнего населения у нас даже чубайс сказал что концу 21 века на планете должно остаться 2 миллиарда то есть остальные должны вот куда-то рассосаться нет 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 теории золотого миллиарда это один миллиард вообще чубайс да чубайс расщадился на 2 миллиарда причем вот в пандат того что вы говорите очень интересно есть закрытые исследования кое-что просочилось того считают необходимым оставить вот для этого 2 миллиарда для обслуги значит китайцы трудолюбивая но они могут если у них появится лидер который скажет да бей это вот нехорошо арабы работать не могут их сейчас нужно использовать для того чтобы они устроили бузу а потом загнать фактически в гетто отсечь от энергии и все индийцы индийцы идеальные потому что их кастовый смотрите почему в индии и вы индии и страна в азии где прижилась парламентская демократия почему потому что там кастовая система выполняет всю черную работу кастовая система настолько настолько въезд что там происходит съезд коммунистической партии индии там их три причем по кастовой организации сказать однако одна партия компартия высокий кастов ниже средний и ниже вот у них идет съезд компартии индии они все обличают кастовую систему перерыв на обед они выходят через четыре разных выхода и едят в разных местах но с другой стороны если сейчас в индии отменить кастовую систему то там будет ужас и резня то есть кастовая система держит индию очень часто получается так что вот некое зло держит ведь у нас наши лидеры например они не стесняясь говорят что у нас коррупции системообразующие элементы общества медведев об этом говорит да если у нас коррупции системообразующие элементы общества это а уже не коррупция а нечто другое и б убрать коррупцию и разрушится разрушится страна вот мои знакомые из министерства внутренних дел которые ну и специализация постоянные контакты с лидерами криминальных группировок потому что это способ управления обществом и они говорили что в середине 90-х годов лидеры криминальных группировок были очень обеспокоены возможным распадом россии и они все выступали исходя из своих экономических интересов не допустить распады россии поэтому идеологически они были патриотами вот это это поразительная совершенно вещь вот у меня есть группа знакомых окроют генерал мужчина полковник женщина полковник они занимались этими контактами и горит поразительная вещь они такие государственники патриоты но царство патриоты почему потому что у них бизнес завалится и да и самое главное не допустить иностранный капитал потому что ну понятно вот то есть то же самое с кастовой системой так вот возвращаясь к вопросу об этом миллиарде идеальными рабами работниками представляются индийцы потому что они будут у индийцев у них нет такой ценности как социальная справедливость то есть ты родился в этой касте индийцы принимают социальную несправедливость вот бразильцы воспринимают социальную несправедливость но они думают что это вообще латиноамериканцы это личная твоя неудача но твои дети могут выскочить поэтому в бразилии в латинской америке бедность такая очень веселая а вот в индию когда ты попадаешь это очень психологически депрессивная страна не надо об индии судить по индийским фильмам потому что эти 10 фильмы вы обратили внимание что индийские актеры в основном у них белого цвета лица не у них они не темные практически все индийские актеры из касты брахманов из высших каст это очень уважаемая в индии профессия и поэтому скажем семья капуров это не брахманы ногти чуть чуть ниже а вот скажем бачан из высшей касты так вот это кино для индийцев вы знаете что болливуд он намного сильнее чем голливуд хотя они если бы вы посмотрели в мумбаи в каких условиях они снимают свои фильмы в каких сараях тем не менее они полностью контролируют свой кинорынок это средство управления социальными процессами и индийцы как дети вот они кино для них замещение реальности и они живут этим и это очень снимает сильная сильно снимает социальное напряжение например фильм вот этот миллионер по тому что мне рассказывают индийские социологи политологи он сыграл огромную роль его показывали как раз когда там было росло социальное напряжение и он помог рассосаться этому то есть на людей с очень такой примитивный полуинфантильной психологии они действительно полуинфантильный народ это действует очень это очень очень здорово действует так вот в чем отличие принципиальные скажем русских от бразильцев и индейцев поскольку русских есть такая ценность как социальная справедливость русские никогда не примут как справедливую социальную акцию всех тех людей которые в 90-е годы нахапали они так останутся для людей ворами и кровососами вот скажем для бразильцев человек который там украл и стал крупным бизнесменом молодец удачливый человек там вот в русской традиции это невозможно это одна из причин почему по русской традиции наносятся вот такие удары которые ломают русские архетипы но возьмите например там центральное телевидение сначала передачи давай поженимся где каждая вторая передача это каких-то сказать людей странных приводит сидят эти три женщины из которых из которых две не вполне адекватные и это создает определенный фон а какая сразу передача идет за этим самым задавай пожаряйся малахов который вытаскивает экстремальные случаи экстремальные совершенно не говорит это норма смотрите это норма вот вы уроды это а дальше новости и тут же идет фильм про ментов и там рассказывают про бандитов проституток я выхожу на улицу вот там дома вокруг вокруг меня живут нормальные люди не бандитов не проституток нет люди живут совсем 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 другим и вот вот таким образом можно воздействовать создавать другое дело из этого так и не получается еще создать у людей не возник у нас комплекс неполноценности комплекс ущербности но работа идет вот именно в этом направлении ломается вот архетипы самое главное ломается архетип социальной справедливости помните какое-то время назад лет восемь назад была передача такая слабое звено по телевизору абсолютно подлая передача там нужно там нужно было вырубить самого сильного на самом деле эти вещи происходят мне это объяснял вот эти все вещи мне объяснял один црушник который когда я последний раз преподавал в штатах у него юридическая фирма которая работает здесь в россии и в америке и он представился юристом но особо он не скрывал что он сказать такой специфический юрист и у него црушные уши торчали ну во первых он очень умный человек был информированный сразу было видно что человек информировал и он как раз говорил о том что проблемы с вашей россии заключается в том что все что отработано на западном материале начиная от стреляла компьютерных и заканчивая там скажем вот сериалами вот не работает и самое самое интересное что он это вывел молодец потому что я потом спросил читал ли он работы культуролога где-то зафиксировано он не читал но это он вывел эмпирически это лишний раз говорить человек очень неглупый но он сказал практически открытым текстом что очень сильно мешает воздействию западной пропаганды специфическая смеховая культура россии потому что в россии вот на западе если страшно то не смешно если смешно то не страшно русская традиция возьмите там скажем гоголевские вещи возьмите вообще русские сказки здесь может быть и страшно и смешно и у нас все выворачивается на во всем обязательно появляется что-то смешное даже российской порнографии вот этот смешной юмористический момент в отличие от немецкий итальянский он присутствует и самое интересное это смеховая культура она блокирует стрелялки она блокирует вот эти вот вещи которые малахов показывает потому что в конце концов это все сознание обнимут вышучивается все это все оказывается ну поставлена под по под смех я не знаю как долго это может продолжаться но значит всерьез не воспринимается свет совершенно верно но работа то ведется в этом направлении когда мне показывают женщину у которой там дети сгорели мне пытаются показать что это норма это абсолютно где где сказать классированные люди десоциализованы на кого это действует это действует на нашу либеральную интеллигенцию которая хочет на самом деле видеть она хочет в это верить потому что одна из специфических черт нашей либеральной интеллигенции я это знаю просто по многим своим знакомых это не не любовь к русской жизни это ее боязнь это страх перед русской жизнью как чем-то рациональным часто идет из детства вышел на выжил на улицу из дома с бутербродом получил в ухо и на всю жизнь не взлюбил вот эту вот эту вот улицу я сознательно примитивизирую но в основе неприятия скажем советского общества нашей либеральной публикой я это помню по разговору с нашими полу диссидентами это вообще неприятие русского стиля жизни русского образа жизни ну я в таких случаях говорю но не нравится русский образ жизни месяц одна знакомая которая очень хочет чтобы здесь было как в америке в европе она такая пронатовка я говорю ты понимаешь но 90 процентов общество из не хочет так жить а ведь а я отношусь другим десяти я бы ну пришли ну вот поезжай туда и и и живи чем не новодорская нет это значительно более серьезный человек и значительно более вредный по своей деятельности новодорская больная женщина она компрометирует то что она говорит это смех просто вот новодорская безобидная по сути дела есть люди которые значительно более серьезные я очень рекомендую прочесть статью профессора мгимой елена пономарёвой на сайте фонд стратегической культуры статья называется как готовят агентов влияния по фамилии назвала и поскольку это ее коллеги отчасти то это сейчас проблема фонд стратегической культуры есть такой сайт вот наберите там два человека печатаются очень сильных оле четверякова которая написала книгу измена в ватикане вот это про ватикан как финансово-разведанную корпорацию и елена пономарёва который у которой сейчас выходит книга политический триллер будет косово нато и мафия вот и она там написала две статьи у нее про бжезинского одна из последних статей причем она там как раз рассказывает она оттолкнулась от интервью которые бжезинский дал кости эгерту кости как это к сожалению мой младший коллега по институту стран азиафрики он окончил на несколько лет позже меня работал на bbc у него британские ордена и так далее так далее это в общем сказать человек но как бы точнее сказать и помягче потому что ну понятно что враг но он принципиально не принимают вот всю нашу жизнь и вот хорошо бы вот что у нас было как на западе он не понимает что здесь никогда не будет как на западе потому что здесь все другое так же как у китайцев не будет никогда как на западе и у индийцев не будет потому что как говорил покойный александр санчиновых эволюция сложных социальных систем необратимы система может сломаться но обратите внимание насколько способны к сопротивлению оказалось вот то что было создано в советское время вот я например активно проблемой образования занимаюсь ну и здесь вот коллеги сидят вот ведь последние десять лет но образование просто уничтожают и вот не получилось уничтожить до конца хотя разница я вижу вот я преподаю 72 года в московском университете то есть я спятого курса своего преподаю перелом произошел 2005 2006 годах потому что 10 лет после 91 года это было еще советская школа потом произошел перелом причем это видно во всех во всех сферах но например 4 ноября этого года диктор первого канала телевидения говорит я понимаю что это не она текст написал но он ее не шкрябнул и те кто и писал не знают эту егоизированное образование пришло она сказала буквально следующее 400 лет назад ополчение минина пожарства пришло в москву и свергла лжедмитрия первого к этому времени вот что 12 году не только лжедмитрий первый был мертв уже и второй был мертв она этого она этого не знает и вот когда я имею дела с журналистами не с интернет журналистами там провинутые ребята а вот журналистами на радио на телеканалах и с сами говорят что мы ничего этого не знаем потому что что они молодые ребята там по 25 26 лет потому что в школе давали ужас как мы этого ничего не знаем это естественно вполне вот то есть вот это и есть результат и тем не менее в целом для системы до сих пор не поломано то есть это означает у система система была настолько прочной что мы живем до сих пор за ее счет и когда бывший тогда президент наш медведев выступал критикой сталинизма ему почему-то в голову не приходит что достижение сталинизма то есть атомные бомбы например ядерное оружие это как раз то благодаря чего с ним за один стол садятся потому что без этого разговор был совсем другой как с кадаффи как с милошевичем вот возвращаясь главным вещам тому что произошло за последние буквально два месяца в мировой схватке за власть информацию и ресурсы ротшильда отвоевали несколько очень важных позиций у рокфеллеров каков будет ответный удар надо будет посмотреть очень много будет зависеть от того как будет ситуация складываться на ближнем востоке как будет ситуация складываться вокруг сирии ну и безусловно нужно посмотреть что по весне будет у нас те изменения которые у нас происходят сейчас на верху и которые даются как борьба с коррупцией я согласен с теми аналитиками которые в открытой нашей печати говорят о том что до формально борьба с коррупцией на самом деле речь идет о смене одних фигур другими то есть если бороться с коррупцией то нужно значительно больше захватывать людей в сачок в гребень здесь же точечные вещи это означает что по сути дела идет просто расстановка своих людей и это лишний раз говорит о том что кризисы которые происходят в мировой верхушке они проецируются и на наш на нашу систему жизни когда в июле этого года шойку получил высший орден мальтийского ордена очень знающий человек из наших структур он мне сказал вот подожди год не пройдет год не закончится ушел в этом году будет очень серьезное назначение потому что говорит когда вручается мальтийский орден вручает свои ордена из тех деятелей наших которые эти ордена получали это был как бы знак что человек принят в международном сообществе а это очень важно нет ни одной страны сейчас за исключением китая и тоже с китаем все довольно сложно где практически ситуация таким образом если человек принят международным сообществом то это означает он может двигаться а вот неприличные люди народное сообщество не принимаются и скажем например рокфеллер сейчас заинтересованы поскольку ротшильды усиливают китай рокфеллера например это парадоксальная ситуация но как в 30-е годы они заинтересованы чтобы у нас была сильная армия по крайней мере на дальнем востоке сильная армия у нас разрушал товарищ чердюков вывод понятен да то есть в мире идет очень интересный процесс мы конечно живем не в самые счастливые времена но страшные интересные и в принципе для того чтобы понимать что происходит в мире надо не то что забыть надо всегда помнить что есть своя государство свое страна своя страна но современная мировая элита она рассечена не по национального принципу а по бизнес принципу например души и бен ладины но уж казалось и сауды жуткие совершенно враги тем не менее вот старший брат бен ладина когда был взрыв в мекке это старший брат бен ладина дал машину на которой привезли взрывчатку на которой они врезались 10 человек было 9 человек казнили а старшего бен ладина оставили в живых потому что бен ладина и буши это один торгово-финансово-промышленный дом и как бы ни складывались у них личные отношения бизнес есть бизнес то же самое сауда дом саудов поэтому реально в мире ситуация складывается так как она складывается к сожалению современная обществоведческая наука как у нас так и на западе у нее нет понятийного аппарата и даже нет дисциплин которые могли бы анализировать современные процессы как наверху мировой пирамиды так и внизу это дисциплины должны быть созданы их нужно создавать потому что политология как дисциплина она ничего не объяснять политологии может объяснить что люди вот проголосовали и выбрали из этого можно будет заключить например что обаму выбрали рядовые американцы кстати вы обратили внимание кто получил больше голосов рядовых американцев ромни на 1 миллион а выборщики 303 203 еще до еще аляска и флорида не проголосовали вот это и есть ответ на вопрос демократическая американская система или нет собственно она и придумана для того чтобы как говорил александр гамильтон еще в конце 18 века мы должны отсечь чернень чернень отсечена судить не по итогам нет судить не по итогам но дело в том что обама был назначен на победителя потому что обама должен провернуть целый ряд очень неприятных вещей может быть даже в конце схватит маслину в лоб но это никого не волнует потому что обама ну это никто и звать никак вытащили хотя обама вели вот мне один вопрос сегодня было который отвечал как попасть в мировую элиту что для этого нужно нужно для этого богатства для для того чтобы попасть в мировую элиту нужно в ней находиться лет так 300 примерно потому что есть ядро например кто знает самый знатный если этот термин примем к самый знатный американский род кэббеты про них говорят лоджи разговаривают только с кэббетами а кэббеты разговаривают только с богом кэббеты это венецианская фамилия каботи дело в том что как это не парадоксально и вам могут говорить да это все средневековые пережитки но европейские семьи все королевские теснейшим образом связаны с 12 старыми родами венеции венецианских родов 64 12 это старые венецианские родовые группы и вот кэббеты там никогда из этой группы не было президентов в америке но кэббеты это одна из важнейших семей америке которые приплыли туда в 17 веке на май флауэре и кэббет был такой очень известный исследователь географик путешественник 17 в 16 веке вы много слышали про семью кэббетов нет но это семья которая влияет на то что происходит в америке все слышали мы пророк суды фарапелев я вам сейчас рассказывал об этом я не назвал фамилию барухов барухи это крутейшая семья которая держится в тени и и парк банк стендер чартер банк создан в 1613 это банк банков он даже в списке не входит вот сейчас будет нонфикшен и 1 декабря издательство одно пригласила меня герасченко и мишу хазина представить несколько книжек и вот одна из книжек там будет я как раз очень хочу ее получить 13 банков которые правят миром они это переводная книга и когда главный редактор из этого издательства звонил меня приглашала я говорю там есть стандарт честер банк барухов посмотрел книжечку нет нет я говорю вот это очень интересно это значит он не вошел в 13 банков которые правят миром но может быть человек который написал книгу это сделал сознательно потому что этот банк находится над над ними и вот это это банк банков и семья барухов но эта семья она вообще не участвует во внешнем вот ротшильды и рокфеллер они участвуют еще они где-то светятся а барухи считают ниже свою достоинство светиться пусть светится ротшильды рокфеллеры а вот они находятся вот 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 там то есть реальная власть это тайная власть и к сожалению политология она не занимается реальной властью она занимается кто как проголосовал свое время сталину приписывают эту фразу но он ее на самом деле вообще сталину приписывают много фраз при писают фразу есть человек есть проблема нет человека нет проблем слышали ли сталин никогда не говорил эту фразу эту фразу вложил в его уста рыбаков в книжке дети арбата про все во Вот Сталин сказал. Это Рыбаков сказал, а не Сталин сказал. И, кстати, Достоевскому, скажем, или Чехову приписывают, знаете, Чехову приписывают фразу, нужно каждый день из себя выдавливать раба. Слышали эту фразу, приписываемую Чехову? Чехов никогда этого не говорил. В письме Сытину он пишет, я сейчас пишу рассказ о человеке, который, несмотря на высокий занимаемый пост, вынужден каждый день выдавливать из себя раба. Разница есть? А ему говорят, Чехов написал, что надо каждый день из себя выдавливать раба. То же самое с многими фразами Достоевского. Есть нюансы «Красота спасет мир» о том, как коветкают Ленина, когда ему приписывают кухарка, каждая кухарка должна управлять государством, выдирают из контекста. Или еще знаменитая вещь, этим мы закончим. Вы, наверное, слышали фразу, что «Патриотизм – это последнее прибежище негодяя». Слышали эту фразу? Это либералы очень любят говорить. Да, то есть смысл такой, что патриотами становятся только негодяи. Эту фразу сказал Джонсон, и она звучит так. «И у негодяя есть последнее прибежище – это патриотизм, любовь к родине». То есть у негодяя есть что-то святое – это любовь к родине. А здесь патриотизм – последнее прибежище негодяя. Понимаете, как переворачивается? Ошибочка в переводе. Ошибочка в интерпретации. Значит, у меня на сегодня все. В следующий раз я обещаю все-таки притащить что-то нам для аналитики. Вопросы есть? Андрей Ильич, можно вопрос? Да, давайте. Мы говорили, затронули многие вопросы, в том числе вопрос «Подовольствие независимой, сильной армии, шайбу». Вот нас учили когда-то в школе, я давно ее закончила, сейчас я доцент приходила в этом вузе. Три признака государства, или я ошибаюсь, «Подовольствие независимой, сильной армии» и «Независимой судей». Фактически в нашей стране все эти признаки фактически ушли. Значит, можно ли сказать о том, что у нас теперь нет понятия государства? Нет, так сказать нельзя, но это государство. У России есть субъектность в мире, есть, сирийская ситуация показывает, что есть субъектность, но эта субъектность ограничена. Дело в том, что у Горбачева был очень широкий коридор возможностей, у Ельцина он был хуже, у Путина он еще стал хуже. Путин раздвинул коридор возможностей, насколько это было можно. Но Горбачев и Ельцин создали такое наследие, что вообще трудно что-либо раздвигать. Поэтому я очень надеюсь на мировой кризис, потому что Россия выскакивала из ловушки исторической во времена мировых кризисов. Вот после смуты 17 века, которая закончилась в 1618 году, Россию можно было брать просто голыми руками. У нас ведь лживая концепция смуты. У нас, например, не пишут, что Романовы были криптокатолики исходно, что иезуиты расчищали площадку именно для Романовых. И, собственно, это удалось. Дальше. У нас заканчивается все в 1613 году. Все. Вот закончилось в 1613 году. Романов выкрикнули Романова. При этом никто не хочет вспоминать, под каким гербом шло ополчение Минина и Пожарского на Москву. Оно шло под гербом Пожарского. Пожарский, Рюрикович, он потомок Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Третьего. Он должен был сесть на трон. Но его в феврале 13-го года заблокировали в его подворье. А потом историография Романовых сочинила, что он отказался. Он не отказывался. Его заблокировали. Это был февральский переворот 13-го года. И смотрите, как в истории все аукается. Романовы стали царями благодаря февральскому перевороту. И благодаря февральскому перевороту они ушли. Дальше. Через год после того, как семья Романовых была якобы расстреляна в Ипатевском доме. Они были расстреляны, но только не там. И через два месяца позже. Значит, они были расстреляны. Но никто не помнит, что царство у Романовых началось с казни ребенка. Дело в том, что Романовых приказали повесить варенка. Варенок с большой буквы. Варенок это был сын Марины Мишек. И формально считался Лжедмитрия II. Ну, то есть Дмитрия. На самом деле он был сыном Заруцкого. Атамана Заруцкого. Этого мальчика, Варенка, сторонники. Те, кто был за обоих Лжедмитриев. Они считали, что он на престол имеет больше прав, чем Михаил Романовых. Дело в том, что Михаил Романов не имел никаких прав на русский престол. По одной простой причине. Летом 1610 года Михаил Романов присягнул Владиславу Королевичу, которого предатели бояре выбрали русским царем. И Романов ему присягнул. Поэтому Владислав в 1614-1618 году постоянно совершал походы на Москву, чтобы выбить самозванца Романова из Москвы. Поскольку ты присягал меня, какой же ты царь? Я царь, мне Москва присягнула. В августе 1610 года бояре и Москва присягнули Владиславу, сыну польского короля Сигизмунда. То есть смотрите, какая вещь. Романовы начали с казни ребенка и закончили с казнью этой семьи. Романовы начали с февральским переворотом и закончили. То есть это такая мистика истории. Проханов такие вещи очень любят. Так вот, про смуту. Вот этот период 1614-1618 года, про него у нас вообще не пишут. На самом деле, это были попытки казаков и поляков свергнуть Михаила Романова. Но дело в том, что силенок не было ни у тех, ни у других. А вот так вот, возвращаясь к тому, 1618 год заканчивается смута деулинским миром с поляками на 14,5 лет. И тут же в Европе начинается 30-летняя война. И вот эта 30-летняя война спасла Россию. Она дала возможность России набрать силы так, чтобы мы уже в середине 17 века долбанули поляков. После Петровских реформ, которые были смуты сверху, Россию можно брать было голыми руками. У нас от флота Петровского остались три корабля. Остальные рассохлись. Кроме того, нужно помнить, что все знаменитые победы в Северной войне на море были достигнуты не новым флотом, а грибным флотом. Грибной флот. Так же, как главное сражение Северной войны. Битва где? Полтавская битва. Полтавская битва. Но дело в том, что Полтавская битва была невозможна без сражения под Лесной. Это было главное сражение. И Петр это признал. Он сказал, что Лесная – это мать Полтавы. Так вот, сражение под Лесной выиграли полки старого стиля. То есть, Россию после Петровских реформ можно тоже было брать голыми руками. Но в Европе шли войны за австрийское наследство, за польское наследство. И не было ни до того. А в 1750-е годы русская армия была уже настолько сильна, что могла врезать Фридриху. И впервые русские казаки проехали по Берлину. Там были около недели. Берлин приходил в себя после русских казаков около года. То есть, едут по Берлину наши казаки. Это первый раз в середине 18 века. Потом, после гражданской войны, Россию можно было брать голыми руками. И если бы Запад был един, то вот эти 700 тысяч белогвардейцев, их бросить в середине 20-х годов в Россию, и режим был бы смятен. У Советского Союза в середине 20-х годов не было армии совершенно. Но грызлись англичане и американцы, англосаксы и немцы, Рокфеллер и Ротшильд. И Сталин на этом сыграл. То есть, иными словами, когда меня спрашивают, в чем шанс России, я говорю, мировой кризис. Но в мировом кризисе, когда хищники и чужие начнут грызться друг с другом, вот это и есть шанс выскочить. Но шанс помогает подготовленному. Что значит подготовленному? Воля и разум. Воля – это готовность порвать противника. Разум – это знание, это понимание реального мира. Потому что, чтобы победить противника, нужно знать, куда выстрелить. Это во время Александра Савельевича Заветт покойный мне говорил, когда я его спрашивал, как в закрытых американских структурах изучали Советский Союз. Он говорит, что они изучали Советский Союз не как зоолог изучают. Вот мозг, вот кишечник. Они изучали, как охотник, изучают слона, чтобы убить его с одного выстрела. Вот нужно именно таким образом. Вы знаете, сколько структур на Западе, в Америке изучал Советский Союз? 1200. А у нас был институт США и Канада, где половина была агента влияния США. А вторые тряслись, не писать бы чего плохого, потому что иначе в Америку не пустят, визу не дадут. Поэтому у нас институт США и Канады непонятно на кого работал. А у них работа шла очень такая четкая. Они изучали, немцы, например, изучали. Мне немцы рассказывали. Немцы, например, изучали табачную промышленность Тамбова. Что в Тамбове на фабрике? То есть, кто директор? Полная информация была. Ну, это вообще немецкая традиция, потому что я вам рассказывал, как немцы готовились к войне еще до прихода Гитлера. В 1931 году военно-морская разведка Германии реализовала проект по Европе в течение года. Они составили опись всех антикварных коллекций, частных и государственных. Началась когда война, в 1939 году только машину нужно было подгонять и забирать. Вот это стратегическое планирование. То есть, мировой кризис, безусловно, может подарить шанс. Но нужно быть готовым его использовать. И нужно знать уязвированность Та противника. Нужно знать, куда удавить. И бить нужно первыми. Потому что мировая политика другого отношения не терпит. Значит, получается вывод такой. Нужно создавать общественное мнение. Как оно можно еще сказать? Нет, не общественное мнение нужно создавать. Нужно создавать субъекта стратегического действия. А он создается на разных уровнях. В том числе наша власть. Вот вы знаете, я не могу залезть в шкуру нашего президента. Но я думаю, что окончательно он принял решение идти в президенты. Ведь помните, 24 сентября, когда Медведев объявил, что он идет в лидер партии Единая Россия, а Путин пойдет президентом. Фамилия Медведева, это говорят люди, которые там были. Фамилия Медведева в качестве лидер партии Единая Россия была вписана от руки. Это значит, делалось в последний момент. То есть, значит, делалось все закрыто от американцев, потому что они давили на Путина, чтобы он не шел. Так вот, я думаю, что окончательно Путин принял решение идти в президенты, когда он посмотрел, как Запад обманул Каддафи. Когда Каддафи, когда приехала к Клинтону и фактически сказала, что он может покинуть Триполи. У него заработал телефон, после этого его убили. То есть, Путин очень хорошо понял, что Западу нельзя верить. Более того, если в 20 веке Запад свергал каких-то неугодных политиков, и они там жили. Идиамид поехал в Саудовскую Аравию. Милошевича убили в тюрьме. Каддафи убили. Асады сейчас. Сейчас стало известно, что в марте Обама подписал указ о том, что американские спецслужбы должны физически уничтожить Асад. Кстати, если Асад уничтожить физически, то Сирия рухнет действительно. Потому что Асад это та фигура, которая все скрепляет. Поэтому у американцев сейчас надежда на то, что они его рано или поздно уложат. То есть, в этом отношении становится понятно совершенно, что этим людям нельзя верить. И если ты уходишь от власти, то есть, тебе говорят, там, гарантированы твои активы, гарантирован твой бизнес, гарантирован жизнь. Ничего не гарантировано. Обманут абсолютно, как это произошло с Каддафи. Тошик Милошевич, когда подписывал с американцами договор, ему было гарантировано сохранение бизнеса не только его, но и его сына. Его сын занимался табачным бизнесом, нелегальным. Обманули все абсолютно. То есть, с этими людьми нельзя договариваться. Почему советским людям удавалось с ними договариваться? Да потому что за Советским Союзом была ядерная мощь. Я очень люблю приводить пример из дневника Юрия Нагибина. Он пишет. Отдыхал в Норвегии. Норвежцы относятся ко мне хорошо. Но я прекрасно понимаю, что это не только отношение лично ко мне, но также ко всей мощи вооруженных сил нашего флота и ядерного потенциала Советского Союза. Это совершенно понятно. Поскольку этого нет, с тобой будут разговаривать совсем по-другому. Я вспоминаю, когда сейчас приезжает Киссинджер, ну ладно, он от Рокфеллеров, поэтому пусть приезжает. Как он разговаривает, как он смотрел на Медведева и на Путина, как удав на Кролика. Я помню другого Киссинджера. Я помню 1974 год. В Владивостоке встреча. Холодно. Киссинджер вот так вот стоит перед Брежнева. А Брежнев говорит, что холодно. Там переводчик перевел. Да. Брежнев там кричит кому-то из своих людей. Иди сюда, снимай с него шапку и на Киссинджера. Киссинджер надевает его вот так на уши. У Киссинджера уши вот так. И Киссинджер стоит вот так перед Брежневом. Потому что он понимает, что Брежнев, это лидер ядерной державы. Брежнев, можно сказать, человек не шибко умный. Но за ним вся мощь вооруженных сил и ядерного флота. То есть, если это есть, значит это есть. Но я очень надеюсь на Шойгу в качестве министра обороны. Да что вы? Да, я надеюсь. По крайней мере... Он не профессионал. А как может человек, которого Армия не уважает... Нет, дело в том, понимаете какая штука? Он пришел после Сердюкова. Вот это очень важно. Вот это очень важная вещь, понимаете? У него Сердюкова интересовало одно. Я был в Питере вот несколько месяцев. Мне показали вот то, что он хотел отнять. Это целый квартал. Это вот медицинская академия. Это то, что он хотел отнять. За его время отняли... Мой отец окончил Академию Жуковского в 1942 году и отвоевал войну летчиком. Академия Жуковского, это вот здесь, около Динамо. Это отобрано. И вот я знаю... У меня нет никаких вообще иллюзий. Но я знаю точно, что вот больше такого, что было при Сердюкова, в армии не будет. И это вселяет некоторые надежды. Потому что, как-никак, Шойгу военный человек. И, между прочим, Шойгу отсидел 20 лет на своей должности. Это уникальный случай. Представляете, 20 лет отсидел. Это означает, что работу только он наладил в своем министерстве. За что он материнской академии получил? Не знаю. А в Кремске почему он допустил-то наводнение? Кто? А это что? А это уже Шойгу допустил наводнение в Кремске? Должны отвечать за наводнение в Кремске? Должны отвечать местные власти. Прежде всего, Ткачев должен отвечать. Так он все в своем честье пожарные под себя подогнул. То есть, раньше он отвечал же местные... Я сказал, что у меня никаких иллюзий нет. Но я полагаю, что хуже, чем при Сердюкове, невозможно. Поэтому я за. Есть вопросы еще? А вот насчет Путина. Зачем-то он сдал Вьетнам, Базу и Наткутин? Я могу только догадываться. Дело в том, что это было в самом начале правления Путина. Я думаю, что он оказался в таком коридоре возможностей, Я думаю, что об этом договоренности были еще в ельцинское время. То есть, человек приходит, ему заранее говорят, вот такие условия. Помните, я вам рассказывал, что в 1949 году образование ФРГ было обусловлено канцлер-актом. Об этом рассказал немецкий разведчик Камосса в 2007 году. Сейчас книжка вышла на русском языке. Канцлер-акт это три пункта. Первый пункт. То есть, государство ФРГ возникает, если... Первый пункт. Кандидатура канцлера определяется в Вашингтоне. Канцлера Германии. Второй пункт. Внешняя система образования Германии определяется в Вашингтоне. Третий пункт. Отчасти внешняя, отчасти внутренняя политика определяется в Вашингтоне. У меня нет приводных доказательств. Я думаю, что в 1996 году, когда Ельцин завис, я думаю, что Ельцин мог подписать нечто вот такого типа. И, кстати, то, что Путин пошел вопреки давлению на него США в президенты, я думаю, что это нарушение очень каких-то серьезных договоренностей. То есть, вы обратили внимание, что после 24 сентября Путин отменил все загранпоездки. Да. То есть, то, что он пошел в президенты, это был прямой вызов. И не случайно было вот это сумасшествие болотное. И был январь и февраль. И вы обратите внимание, как себя вел американский посол. И после чего он сбавил то. После визиты Киссинджера. Киссинджер приехал, встретился с Путином, встретился с американским послом. После этого Макфол начал говорить совсем по-другому. Потому что с Путиным можно иметь дело и так далее. То есть, оппозицию он просто... Оппозиционер, это рассчитывая на его помощь. Навальный и прочее. Он их кинул, фактически, получилось. Понимаете, какая штука? Как говорил Сталин, которого я люблю цитировать. Есть логика намерений, есть логика обстоятельств. И логика обстоятельств сильнее логики намерений. В 90-м году я стал заведующим отделом Академического института. И в этом отделе была группа, очень сильная, при прежнем заведующем. Которая, пользуясь тем, что она была мягкий человек, эта группа ни хрена не делала. И чувствовала себя хозяином отдела. Я не мог их выгнать. Мне говорили, почему ты их не выгнешь? Я не мог их выгнать. Но я поменял статусную иерархию. Через год эти люди знали, что выражает грубость, что они должны сидеть тихо. Я не смог их выгнать. Я их выгнал, когда было сокращение, через 6 лет после этого. Но я изменил статусную иерархию. А мне мои друзья говорили, что что же ты их выгнать не можешь? Не могу выгнать. Потому что логика обстоятельств сильнее логики намерений. У любого человека, у любого начальника, на самом деле, есть всегда ограниченный коридор возможностей. Ты не можешь сделать то, что хочешь, потому что ты попадаешь в то, что существует до тебя. Вот Обама, например, на дух не переносил Петреуса и Гейтса. Он от Петреуса избавился только сейчас. Вы думаете, это случайно появилась переписка двух любовниц, которая выражала другой? Да ничего подобного. Кстати, мы еще не знаем, какую роль...